Всех приветствую, дорогие друзья! Это вторая часть ремонта ИБП Smartwinner 3000. В прошлой части я пытался найти причину, почему он не включается. Посмотрел в интернете, поменял конденсаторы, это не помогло. И в конце ролика нашел греющийся стабилизатор напряжения. Этот стабилизатор питал процессор. Процессор был в коротком замыкании. В этой части хочу вам показать, что процессор приехал. Вот он находится в обертке, в контейнере в своем. Соответственно, чистый процессор ни разу не был запаян. И решил я сразу его менять. Хотел до этого посмотреть, нет ли где-то на его контактах каких-то аномальных низких сопротивлений. Но решился, думаю, так, запаяю сразу же. Хотя это очень рискованно, лучше, конечно, проверять. После запайки процессора ничего не произошло. То есть, все осталось точно так же. Только лишь ушло короткое замыкание на 5 вольтах. Соответственно, это меня, конечно, расстроило. Потому что думал, что все пройдет быстро и гладко. Но оказалось, что процессор имеет свою прошивку. У меня нет программатора, чтобы его просто-напросто прошить. Прошивка есть в интернете. Ее можно спокойно скачать на компьютер. Если был бы у меня программатор соответствующий, и я бы понимал, как это делать, то я бы, соответственно, это все прошил. Но у меня программатора нет. К сожалению, собираю ИБПшник обратно весь. И отправляем клиенту его с оговоркой, что, к сожалению, не смогли мы привести его в чувство. Нужно программирование чипа. Надеюсь, что клиент найдет где-нибудь, либо, может быть, за разборки плату от этого ИБПшника. Может, у кого-то будет программатор в каком-нибудь сервисном центре. Кстати, на плате также есть разъем, куда вставляется шлейф для, соответственно, отладки и заливки прошивки. Но хуже я этому ИБПшнику не сделал. Там с клиентом мы чисто символическую сумму возьмем за это дело. Ну, в общем-то, все. Больше у меня просто идей не было. Кстати, к слову сказать, этот процессор не генерировал чистоту на кварце. На осциллограф я смотрел, никаких колебаний он не производил. Что меня как бы навело на мысль, что, возможно, этот процессор брак. Еще есть кое-какие изменения на канале. Последнее время я тут вообще приболел. На две недели все никак выздороветь не могу. У меня работа разъездная, поэтому делать это тяжело. Плюс ролики тоже надо делать. Но времени, к сожалению, на них сейчас не так много отведено. Потому что занимаюсь я немножко другим. Но все равно буду стараться, естественно, по мере возможности выпускать ролики по ремонту всякой техники. Хотел бы спросить у тех, кто смотрит канал, что бы вы хотели бы видеть на канале. Какие, может быть, интересуют вас ремонты. Что вообще вас, может быть, устраивает, что не устраивает. Хотелось бы, кто смотрит канал постоянно. Я знаю, есть такие люди. Подпишитесь, пожалуйста, в комментариях. Это поможет каналу стать лучше и, соответственно, удовлетворять ваши, так сказать, потребности во всяких видео. Ну, а на этом все. Ждите следующее видео. Материал есть. Его нужно просто смонтировать. И, соответственно, ремонты тоже будут. Они никуда не денутся. Но ролики будут выходить теперь по мере готовности. Раньше я выкладывал в воскресенье ролики. А теперь, как только ролик будет готов, я сразу же буду его выкладывать. Вот такие вот новости по каналу. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Ставьте лайки, дизлайки. Кому что хочется, пишите комментарии. Спасибо, что смотрите. Это очень вдохновляет на новые идеи, на новые ролики. И всего доброго. Главное, не болейте. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok